Кто-то из вас спрашивал о школьной агрессии, о так называемых «амоках». Это когда люди в припадке ярости приходят на работу, в школу и стреляют в своих соучеников, сограждан, учителей, сослуживших и т.д. Несколько лет назад мы как раз с моими товарищами, в том числе Александром Александровичем Лусарманом, когда работали на «Однако» у Николая Ильича Невокина, тогда была очередная серия «Амок» у Германии, она была в Америке, мы писали серию статей об этой ситуации. И в принципе все авторы, которые у нас работали, дошлись в одно, что припадок ярости по отношению к другому свойственен людям, которые находятся в культуре, в парадигме культурной общества потребления. Когда люди, таким образом люди возмещают свою невозможность сопротивляться чужой культуре потребления, то есть когда люди являются не сотрудниками в каком-то большом труде, а когда они являются конкурентами в большом коллективе за какой-то ресурс, который они должны потреблять. Когда люди должны подавлять друг друга при помощи каких-либо символов общества потребления, брендов, просто возможности оказать друг на друга давление, насилие психологическое, проявить власть. Таким образом, значимость человека в коллективе, который работает в парадигме общества потребления, она постоянно вливается в агрессию и насилие людей по отношению друг к другу. То есть по мере того, как мы продвигаемся в общество потребления, у нас все больше и больше агрессии по отношению к другу, включая все сферы жизни. Начиная от семейной, мы стали грубее друг с другом в транспорте, наши отношения на работе превратились со временем из более-менее сослуживских, советских отношений, в постоянной агрессии, конкуренции и даже ненависти друг к другу. Люди, которые не в состоянии справиться с этой ситуацией, люди, которые внутренне не готовы проявлять ежедневную, постоянную агрессию по отношению к своим сослуживцам, соседям, которые постоянно травмированы этой ситуацией, они в итоге совершают что-то вроде акта сверхпотребления. То есть они таким образом при помощи ультрабрутального насилия, они приходят, берут, они получают в руки оружие, которое означает власть, и они потребляют окружающих людей. То есть в данном случае убийство человека, соседа, убийство сослуживца, ребенка, твоего там одноклассника, оно является актом сверхпотребления. То есть таким образом человек, как бы он в этой иерархии общества употребления наконец-то встает на то место, с которого он якобы был свергнут постоянной агрессией, так сказать, соучеников, сослуживцев и так далее. Хотя на самом деле ничего чуть там не произошло, просто человек не мог приспособиться к этой обстановке постоянной конкуренции и все время страдал. Вопрос в том, что вот это вот брутальное насилие, вот у нас оно еще не приняло такие страшные формы, допустим, как в Германии или в Америке. Но это только потому, что мы наследники советских людей. То есть как бы в нас еще очень много советской культуры, которая не позволяет нам относиться друг к другу как к потребляемым предметам. А вот мы не позволяем по себе еще по-прежнему считать, так сказать, свою жену за предмет потребления, своего товарища за предмет потребления, ты же служил со своим потреблением потребления, вот и так далее. Мы не относимся с абсолютно нормальной ситуацией, когда начальник или хозяин предприятия, на котором мы работаем, он не просто приказывает нам, что делать или указывает, или дает нам работу, а он нас потребляет. А вот, для нас это ненормально, и даже для нашего начальника, который может быть поугодно свиньей, но он все-таки сын советских родителей, сам, наверное, выписанец советский человек, для него это тоже не очень нормально, он немножечко стесняется. А вот, в странах победившего абсолютно капитализма, там, где он не ограничен ничем, вот, и культурным полем, в том числе, эта ситуация нормальна, но проблема в том, что для нормальной честной психики, эта ситуация невыносима. Вот, и поэтому она выливается в такие вот уродливые проявления. Прошу прощения, потому что я отобрал у кандидата речи. А вы можете с вами поговорить? Да. Вы не против? Любовь есть акт выкрепления? Ни в коем случае. Любовь – это акт творчества. Ну, в таком случае, безответная любовь. Пацан пошел и застрелил. Безответная любовь, безответная любовь, а вот на свое время меня попросили дать определение любви, не помню уж связи с чем. Я сформулировал так. Любовь – это способность получать удовольствие от ощущения или осознания того, что удовольствие получает. Это может быть и властью, но это весьма своеобразно. Дело в том, что Анатолий Александрович, он атеист, весьма последовательный. Мне очень нравится его атеизм. Он говорит, что Бога нет, а ведет себя так, как Бог есть. Именно поэтому мы и подружились с ним, а я верующий, для меня любую другую. Ну, как-то вот, мы сотрудничаем. С большим удовольствием. Ну, не то, что не верю. В седьмом номере за 2007 год журнала «Октябрь» опубликована моя статья «Деология атеизма», содержащая математическое доказательство невозможности и ненужности бытия. Что совершенно не мешает мне с уважением относиться к религии, как к общественному институту. Что не мешает мне признавать многие нормы, входящие в число религиозных догматов, как нормы полезные и даже необходимые для человека и для общества. Просто я искажу из того, что религия – это общественный институт, предназначенный для стабилизации жизни общества. Вот. Ну, есть, конечно, и другие цели, но для меня, как и для политика, важна именно эта сторона. Продолжение следует...